Итак, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я снимаю видео о пустых баночках. Долго я думала, снимать его или нет. Все-таки как-то недавно я практически выкладывала подобное видео, но потом, когда посмотрела, что многие выкладывают такие видео, решила, что лучше не переносить пустые баночки на январь и снять их уже в декабре. И их довольно-таки много, и надеюсь, что мне хватит времени рассказать о них в данном видео. Итак, кому интересна данная тема, приглашаю вас к просмотру. Первое, о чем я вам расскажу, в пробниках продукции Мэнюфэктори, у меня есть об этом отдельное короткое видео, в котором можно поподробнее узнать, что я думаю об этих продуктах. У меня закончились два таких маленьких пузырька тоника по 10 мл. Я им пользовалась в течение двух недель. И это тоники с БХ и АХ кислотами. Очень прекрасное очищение кожи дают и тонизирование. И мне нужно, я поняла, что кислоты уходят за лицом. Когда я ими пользовалась, мое лицо просто возвращалось к идеальному виду. Ну, естественно, эффект сохранился какой-то, но для ухода ежедневным за кожей мне все-таки нужно приобрести данные тоники. И вот использовала два пилинга. У меня еще один остался, травяной пилинг. В принципе, ничем не отличается от пилингов тех же самых дешевле, которые Тони Молли. Просто натуральный состав и меньшие вот эти частички, которые скатываются, меньше по размеру и более деликатно очищают. Ну и также я заметила, что именно данный пилинг очистил мне некоторые черные точки, другие не справлялись. И вот эта маска, это просто бомба. Я уже говорила в том видео, оставлю, конечно же, ссылку, что мое лицо после нее просто стало великолепным. Это эффект, наверное, какого-то ботокса, даже не ботокса, но просто эффект суперкрутой спа-процедуры, после которого лицо становится живым, после которого оно просто возвращается к своему, как сказать, идеальному состоянию. И надеюсь, все-таки мне удастся как-нибудь приобрести эти маски. И да, уже говорила, что получить в подарок такие маски было бы очень приятно. Если вы думаете, кому что подарить, вот как идея, маски, мне кажется, не всегда нужны. И тем более хватает, если делать одну маску в неделю, и хватает, например, на 10 недель. Тема масок не завершена. Еще в прошлом видео я хотела показать маски, которые я израсходовала, но как-то про них забыла. Первая маска – это вторая половинка от маски Pure System, которую я вам уже показывала. К сожалению, сейчас на сайте Фраше уже нет таких мини-версий на две маски. Там только в виде тубы эта маска представлена. Я ее, конечно же, хочу заказать. Компоненты растительного происхождения – экстрак мякоти алоэ вера, биоэкстракт шлемника, экстракт яблока, водный экстракт гомомилиса. В общем, хорошая маска. Она на основе глины, но действует она просто прекрасно, очищает лицо. После нее чистота и свежесть этого лица просто меня восхищает. Другая маска – это, я уже показывала, маски с Алиэкспресс, лицо Син, гиалуроновой кислотой, как увлажняющий этап. Это очень хорошая маска. Мне они нравятся. У меня еще в запасе, по-моему, три маски, потому что приходилось сразу пять. И вот другая маска – это маска Вилента. Маска Вилента – тибетские травы. Это специально для проблемной кожи. Она очищающая и придает упругость клеток 25+. Но, конечно же, я думаю, ее использовать можно и 20+. Потому что вот эти градации, возрастные градации, они ни о чем не говорят. И она коллагеновая. То есть на основе коллагена, ну, в принципе, тканевая, пропитанная коллагеном. Кстати, забыла сказать, вот эта маска – это не тканевая. Она гидрогелевая. И поэтому от нее эффект, конечно же, больше, чем от таких тканевых масок. И поэтому я советую обратить внимание именно на гидрогелевые маски. Потому что они, как сказать, сделаны по-новым технологиям. И эффект от них, естественно, больше. Вот эта маска – тибетские травы. Она не только очищает, но и успокаивает кожу. И при этом от нее нет сухости. И очищение, да, кстати, очищение от нее есть. Поэтому я тоже могу советовать вот эту маску. Это Эвелин. Маск с гиалуроновой кислотой, эндивиум и папайя. В общем, не советую эту маску. Она стоила 40 рублей. В принципе, за такую цену можно купить, мне кажется, какую-нибудь вот такую маску тоже по скидкам. Но вот эта маска, эндивный пилинг для лица, вообще никак не действует, не очищает. Только лицо потом красное и все. Поэтому я не могу ее советовать. Покупала ее, по-моему, в подружке один раз. И поэтому хорошо, что не купила сразу несколько. У меня еще, кстати, вторая масочка такая, тоже выкидываю. И следом выкидываю маску от Планеты Спа Эйвен. У меня осталось совсем мало. Я пыталась ее как-то израсходовать все-таки до конца, но потом она мне надоела. Эта маска у нас из коллекции «Непревзойденная роскошь» для лица с экстрактом черной икры. После нее этой маски, она, кстати, маска-пленка, после нее эффект такой возникает, как ботокс. Кожа натянутая, блестящая, возможно, это из-за этих частиц, которые остаются на лице. Но, в принципе, маска такая прикольная, но, как сказать, увлажнения от нее особого нет. И в последнее время мне надоело пользоваться вот такими тюбиковыми масками. Я больше перешла на маски-пленки. Поэтому ее так и до конца не израсходовала. Ну и тем более срок годности у нее, наверное, подошел. Да, пахнет она, когда ее наносите, очень спиртом. И тут в составе, состав тут не написан, но он был на коробке. Тут, наверное, все-таки есть спирт, сделано в Англии. В общем, такая масочка «Планета СПА». Ну, как «Планета СПА», процедура СПА, в принципе, неплохо. Показывала в своих заказах «Эфрашэ» такие крема для лица, для выравнивания поверхности кожи и от морщин. Я, если делаю заказ, то из пробников, если есть такая возможность, я выбираю вот такие крема и использую, когда моя кожа сухая, нуждается в хорошем увлажнении. Не забивает поры и при этом не оставляет жирности. То есть на ночь наношу, утром никаких проблем, высыпаний у меня нет. Эти крема подходят, но заказывать большую упаковку мне не хочется, потому что я пользуюсь ими не ежедневно. И сейчас я покажу крема, которыми я пользуюсь ежедневно, поэтому постоянно их покупаю. Вот этот крем «Бипантен», тот тюбик, которым я пользуюсь сейчас. То есть второй раз я его покупаю с тех пор, как я его открыла для себя. И это база под мой макияж. Вообще каждый день я его наношу. И вот с тех пор, как я им пользуюсь, у меня нет таких серьезных проблем, как шелушения такие серьезные на коже. Конечно же зима пока теплая, будут скоро похолодания. И поэтому не знаю, у меня есть какие-то запасы крема. Или на ночь просто использовать вот эти фроши. Но все-таки я остаюсь преданной этому крему «Бипантену». И поэтому советую вам его попробовать, как ежедневный крем. Почему выбрала? Потому что проблема черных точек у меня. Я использовала когда-то ФСЛ и искала крем, который будет некометогеном. По составу это некометогенокрем. Единственный, который я для себя нашла. И тем более это аптечный продукт, я им доверяю. И поэтому люблю заходить в аптеку и искать для себя какие-то такие интересные вещицы. И следующий крем-гель. Это гель. Гель-регицин против кугревой сипи. Но на самом деле я его использую также летом, когда жарко и кожа не нуждается в таком увлажнении. Я его использую для подсушивания. Но в то же время тут содержится гиалуронат натрия, то есть соли гиалуронной кислоты. И поэтому он придает такой тонус коже. Конечно, на него, если использовать вот в такое холодное время, надо наносить увлажняющий крем. Потому что сушит кожу. Хорош для регенерации. Поэтому обратите внимание на регицин. Продается в аптеке. В принципе, стоит где-то 140 рублей. Гелем я пользуюсь летом. Кремом осенью и зимой. Который я ежедневно ношу под макияж. В том числе на регицин. Прекрасно ложится тональная основа моя. И у меня не возникает с этим никаких проблем. Дальше. Что еще из аптеки я для себя нашла? Это вот такой витасепт. Это 95% спирт. И в составе его содержится, по-моему, витамин Е. Это лосьон для очищения кожи, лица, шеи и рук. То есть такой антисепт, который продается в виде гелей. Я узнала о нем от Мика Мика. И она показывала именно в спрее. Но в спреи не было. И поэтому я купила вот такой. А теперь я, наверное, покажу в своих новых покупках. Когда я приобрела такой именно в спреи. И очень хорошо им именно обрабатывать кисти. Обрабатывать какую-то косметику. Если вы не пользуетесь и хотите кому-то отдать. Или, например, обрабатывать ту же самую подушку. Чтобы мне не заводили всякие микробы. Я выкидываю вот сахер заказанный пикногенол. Запах, конечно же, у него... Ну, такой, мягко сказать, неприятный. И вообще я не знаю, для чего этот пикногенол. Читала-читала. Вроде бы как регенерация кожи. Но мне показалось, что это средство ни о чем. И тем более оно у меня как-то лежало долго. Я мне ту пользовалась, ту не пользовалась. Уже выкидывала из этой серии ретинол. Теперь, думаю, уже долго стоит. Пора и выкинуть вот этот пикногенол. Полуорганический продукт. Наносить на лицо его уже страшновато. Потому что все-таки, понятно, срок годности его не год. А достаточно меньше. А у меня он, по-моему, уже год. Кстати, недавно мне пришла посылка сахер. Я сделала очередной заказ. Когда были там хорошие скидки, по-моему, в черную пятницу. И поэтому скоро видео будет о моем заказе сахер. Далее речь пойдет о уходе за ногами. Покажу такие два крема. Крем для ног, венатонизирующий. От Софья. Экстракт пиявки. Но так как он не обладает охлаждающим эффектом. И в виде крема, летом я им не особо пользовалась. Вот сейчас зимой начала как-то им пользоваться. И, наконец, истратила эту упаковку. Потому что долго он у меня лежит. В принципе, состав хороший. Но для меня нет вот этого особого охлаждающего эффекта. Который способствует тому, что снимается усталость. И верить тому, что он как-то улучшает состояние ног. В принципе, мне хочется. Но так как это крем, я не люблю такие текстуры. Я больше его не куплю. Но те, кто ухаживает за своими ногами и увлажняют всячески. Любят всякие, например, баттеры. То я советую этот крем. Потому что тут у вас и увлажнение идет одновременно. И еще уход за вашими ножками. Профилактика вальхоза. То есть, что попробуйте. Там есть именно охлаждающий из этой серии. Вот, наверное, я его и куплю. Если он мне попадется на глаза. И следующий крем. Это Венатол. Марка, кстати, Зеленая Дубрава. Я из этой марки покупала именно синтомициновую мазь. По совету Ковки и Закеты. И покупала его, кстати, удивитесь, фикс-прайс. Я не снимала видео о покупках фикс-прайс. Потому что их было всего лишь три. Там я купила два крема для ног. И такую прикольную подставку. Может быть, покажу ее в покупках Алиэкспресс. Так, тут в составе у нас тарксирутин. Гель для ног. Вчера буквально его до конца измазала. Вот такой тюбик у нас тут сколько? 50 миллилитров. Мне его хватило на три раза, чтобы полностью измазать на все ноги. Так сказать, не только голени, но и выше колена. То есть, бедра, колени, ноги, стопы. Три раза мне его хватило. Я думаю, что за такую стоимость это довольно хороший продукт. Если я там буду забегать в фикс-прайсах, хотя я там редко очень бываю. Наверное, за год один раз сходила. То я думаю, что еще прикуплю себе парочку таких продуктов. Скажу, что я выкидываю из продуктов Essence. Это вот такой лак. Точнее, это не лак, а специальное покрытие для стемпинга. Когда-то я этим увлекалась. И вот купила такой лак. Он у меня и засодовался, и засох. Но советую я, конечно же, обращая внимание на оригинальные лаки Конот. Потому что этот лак, он быстро засыхает. И недостаточно от него черный такой яркий, насыщенный цвет. Поэтому я его выкидываю и не советую вам покупать. А следующий продукт от Essence. Я просто его очень любила. Но, к сожалению, произошла такая случайность, что у меня разбились. Эти румяна Essence Multi Color Blush. Они были в виде такого матрасика. Несколько цветов. Я их, по-моему, уже показывала в каких-то своих фаворитах. Я оставлю ссылку, чтобы вы могли посмотреть, в каком они были первоначальном своем виде. Я пользовалась светлым беленьким оттенком в виде хайлайтера и вот основной частью в виде румян. Сейчас у меня эти румяна на лице. Решила в последний раз так их использовать. В принципе, можно их использовать. Но, во-первых, у меня сломалась крышка. То есть они могут спокойно открыться и разлететься. Во-вторых, у меня они упали и разбились. К счастью, у меня их уже было где-то половинкой. То есть я дотерла их. Центр полностью был у меня дотерт. Я хотела использовать прямо до конца. Подчистую. Но не получилось. Я их пыталась склеить по всем правилам. С использованием там, в том числе, вот этого VitaSepto. Но склеила как-то. Но все равно они сыпятся. И вот крышка у них уже сломалась. Поэтому выкидываю десятый оттенок. Очень классный. Просто the best. Если вы знаете, где такие купить, то вам я советую приобрести вот эти румяна Essence. Очень хороший. Я им пользовалась очень долго. Но, к сожалению, пришлось мне поискать какие-то другие варианты. После того, как они у меня пришли в такой непотребный вид. Они дают очень натуральный оттенок. Из-за того, что тут несколько цветов. И при их смешивании получается и не розовый, и не коралловый. Такой вот именно натурально красивый, естественный цвет. Дальше перейдем к волосам. Как раз у меня закончился такой шампунь. Он мне подходит. Это шаума, свежесть хлопка, шампунь до 48 часов в свежести. То есть с ним два дня. Это действительно мои волосы. Они свежие, чистые. Третий день, в принципе, тоже нормально. Но вот этот шампунь, он очень мне нравится и подходит. И вот другой шампунь, это чистая линия. Любая их серия. Пшеница и лен. Тоже мне очень нравится. Вот как раз попалось, что в одном видео я смогла вам показать два моих любимых шампуня. Раньше я пользовалась шампунями Эйвен. Но теперь я там не заказываю. Поэтому нашла вот такие свои новые фавориты. Балет. Бальзам-ополаскиватель. Тут 85 мл. И он в такой тубе. В принципе, бальзам, не скажу, что прям вау, супер. Но для меня бальзам должен что делать? Просто улучшать структуру волос. Для их лучшего расчесывания. И этот бальзам, он этого делает. Конечно же, у вас не будут такие волосы прям гладкие, блестящие. Но, тем не менее, мне понравилось его использовать. И, кстати, на заметку, удобная упаковка, если вы берете куда-то его с собой в дорогу. Потому что в основном бальзамы в таких больших тюбиках или в виде, как шампуни, то есть могут разлиться куда-то. А вот это очень маленькая, удобная баночка для бальзамов. И сначала я подумала, балет как-то скептически все относится к этой марке. Но я решила им воспользоваться. И мне он понравился. Но, в принципе, среднячок особого такого плохого отзыва о нем я сказать не могу. И следующий продукт для волос это интенсивная фитомаска. Чистая линия красота и сила. Крапива для ослабленных и ломких волос. Я не использую вот эти маски на всю длину волос. Где-то середины. И использую я их как тот же самый бальзам. То есть что мне от них надо? Только улучшение расчесывания. И вот такая гладкость волос. В принципе, он все это дает. Знаешь, я просто пользовалась шампунем. Но потом все-таки поняла, что мне лучше пользоваться и бальзамами, чтобы потом легче расчесать волосы. И действительно они после таких средств как-то лучше себя ведут и лучше выглядят. Последняя, наверное, сегодня это Freeman маска-скраб. Тут объем 150 мл. Allure Beauty 2013. Долго и достаточно я пользовалась этой маской. Вначале как-то она мне не понравилась. Потому что я, как впоследствии поняла, просто неправильно ей пользовалась. Мне нравится марка Freeman из-за того, что там очень много в составе натуральных экстрактов. И я уже показывала один продукт Freeman. Это умывалка с грушей, которую я буду покупать еще и еще. Кстати, в покупках покажу, что еще купила от Freeman. И вот второй продукт. Это вот этот скраб. Я все-таки его отношу не к маске, а к скрабу. Он на основе сахара. То есть, не знаю, выдавиться он или нет. Потому что когда я последний я им пользовалась, я буквально все, что можно было, я из него выдавила. Конечно, если же разрезать эту упаковку, думаю, что там много еще получится собрать. Но я не стала это делать. Я наношу его на лицо таким достаточно плотным слоем после умывания. Пока я моюсь в душе, я наношу эту маску, так сказать, на такое влажное, но более-менее сухое лицо. Иначе она у вас вся просто слезет быстро. Наношу, в общем, эту маску где-то на минуту-две. Как тут указано, 5-7 минут. Ну, да, в общем, получается, пока я мочаюсь, проходит 5 минут. И эта маска, она под действием тепла лица, этот сахар, он начинает немножко потаивать. И уже потом, когда он потаит, через 5-7 минут, уже вы можете им скрабировать лицо. И тогда вот эти частицы сахара, как они были изначально, они не такие твердые и жесткие. То есть, получается мягкое скрабирование. И еще тут содержится уголь. Поэтому хорошо очищаются черные точки. И вот после такого скрабирования, кстати, можно тоже, я всегда скрабирую губы. И если даже попадет вам в рот, то вкус у него такой сладенький. Посмотрела видео Яни Купера, мне понравилось это средство. Ну, вот я опять же говорю, что мне тоже вначале оно не понравилось. Я подумала, какой-то скраб, зачем на него тратить столько денег, когда он ничего не делает, после него только еще хуже становится. Но потом я начала им пользоваться правильно. И мы, в общем-то, подружились. Поэтому из Фримена еще второй мой любимчик, который я буду еще покупать. Обязательно куплю его еще раз. Потому что из Фримена я пробовала пока вот эти два продукта. И полностью оставилась ими довольна. Поэтому могу советовать вот умывалку с грушей и яблоком. И вот эту маску-скраб с углем. Ну, в общем-то, это все, что я вам хотела показать. Все мои пустые баночки из декабря. В январе, не знаю, буду снимать или нет. В общем, надеюсь, что вам было интересно. Так сказать, я показала все от головы до ног. Все, что нужно для ухода. Для лица, за волосами, декоративная, уходовая косметика. Поэтому, думаю, что все для себя подчеркнули что-то важное и нужное. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и пока-пока.